Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Погодные условия не позволяют заснять. Все хотела на природе, но буду снимать дома, чтобы не мерзнуть, чтобы нормально, спокойным голосом объяснять. Коляныч мне поможет в этом. Как вам и обещал, добрались руки, чтобы заснять видео про костюмчик. Костюмчик от Camouflage.ru Спасибо ребятам! Ссылочки, как всегда, вы знаете, куда нырять в описании. Camouflage.ru Да, есть, вот, светил. Есть. В общем, ребята молодцы. Очень большой, у них богатый выбор, вы перейдёте. У них не только спецодежда, есть и всевозможные аксессуары, типа рюкзаков, фоясов, всевозможных наколенников, перчаток. В общем, богатый выбор. Это модель Горка. Чисто ихнего производства, именно Camouflage.ru. У них там богатый выбор различных фирм, но есть позиции, которые они сами производят. Не кидает. Да, вот это вообще, чем ещё прикольно, что у них именно пошив идёт у нас отечественный. Соответственно, ну, не знаю, как бы, кто хочет удержать отечественного производителя, рабочие места, соответственно, для нас. Вот, это то, что вы будете покупать под брендом именно Camouflage.ru, это производится именно у нас. Я выбрал вот такую вот модельку на флисе. По-моему, до 10 или от минус 5, соответственно, до... Как тебе сейчас? Вот сейчас на улице 0 градусов, плюс 1? Ну, смотря сколько находиться и как, если в движении, я вот копал, я видео приложу, я копал в морозы в этой горочке, то, в принципе, нормально. Если стоять, вот сегодня я постоял, подмерз, подзял, пока тебя снимал там, как ты лазил. Вот, но, опять же, я мерзлявый человек, такой, поэтому, как вы видите, и обзорчик мы снимаем дома. Да-да, подстава, пацаны. В общем, для мерзляков надо что-то поддевать там, тёпленькое. Слушай, ну, идеального никогда ничего не бывает. Тебе всегда, ну, у меня, я по себе могу сказать, либо холодно, либо жарко. Ну, то есть, под что и под какую температуру надо подбирать. Да, и, ну, как бы, то есть, выбор-то богатый у ребят на сайте. И вы, я вам показываю на примере этой модели, а дальше вы уже выбираете там. Кому-то, потому что костюмы разные. Костюмы выбираются под... Задачи. Задачи разные. Я вот тоже, когда выбирал, я сначала выбрал один костюмчик, но понял, что под мою задачу он не подойдёт, потому что он весь такой, как бы он, как будто бы из флиса, из материала. Он даже был дороже. Снаружи, да, он не гладенький такой, да? Да, он не гладенький, он именно как из ткани. А, и когда я его взял, я понял, что, ну, на него будет налипать грязь как бы там. И я такой думаю, а зачем он вообще нужен тогда, по идее? Вот, а ребята мне объяснили в магазине, что он нужен охотникам непосредственно, потому что, отчасти, потому что он не издаёт звуков. То есть, вот вы смотрите, да, есть звуки. И, соответственно, а тот он весь мягкий, и он не шуршит. И это для охотников как бы важно. То есть, там, пусть ты будешь весь в репеях, как бы, да. Это ещё лучше закамуфляжит тебя, натуральный камуфляж. То есть, ты такой, как леший. Но зато ты там дичь возьмёшь, как бы. А мне-то это не надо, мне наоборот надо максимально. Так, ладно, приступим к этому костюмчику. Собственно, костюм, как всегда, там резиночки, карманчики. Очень круто, что есть вот эти карманы. Когда тебе не надо лезть внутрь, это вообще вот прям кайф. Ну да. Я буду, не знаю, любые костюмы, которые выбирать, чтобы обязательно вот здесь были карманы. И не просто карманы просторные, и не выпадающие, чтобы из них ничего не выпадало. Потому что телефон, что-то, камеру, деньги, это, ну, там, сигареты, да. Вот зэка. Висючка и переченька. Нормальный, слушайте, большой карман. Вот практически, ух, ни хрена. Большой, да, большой. Не, вот эти карманы очень... Даже если планшет маленький какой-нибудь, он влезет туда. Какой-нибудь iPad mini. Ну, большой любой телефон. Там, вот, помещается, легко заходит. Ну, это понятно. Два по месяц. Вот он, понятно. Вот он. Давай про нижние что скажешь? Сейчас. Сейчас все расскажем. Висюлечки тоже удобные. Собственно, про этот капюшон. Капюшон. Капюшон с козыречком. Сидит классно. Сзади стяжка тоже есть. Сзади затяжка. То, что я очень уважаюсь. Затянул, и он не болтается, не заползает на глаза козырек. Вот, вот это очень важно. Для меня, например, по работе. Спереди две затяжки. Сразу скажу, что ребята дважды молодцы. Они дают 7% скидка по промокоду Белый Копатель. А то вы не до конца все досмотрите. Так что вам самое сладкое надо сразу сказать. 7% по промокоду Белый Копатель. Можете написать в заказе. Можете просто в магазин к ним прийти и сказать. Вот, будет вам скидос. Здесь тоже подтяжки идут. И можете отрегулировать по голове. По голове еще сидит классно. Вот. Можно сделать так, чтобы именно ничего не залетало никуда. В стужу и метель, да? А вот мне скажи, пуговицы. Что? Как пуговицы. Пуговицы? Пуговицы как пуговицы. Пуговицы как пуговицы. Сложно сказать. Здесь сделано на пуговицах. Да. Единственное, это может быть, да, расстегивать не так удобно. Уже не так это все быстро происходит. Но это однозначно надежнее, как мне кажется, чем молния. Потому что молния, мало ли какого они качества. Там нагибаться, не нагибаться. Ну, я вот немножечко думаю, что пуговицы понадежнее. Ну, может быть, да. Хотя я все равно сторонник молнии. Я вот не знаю, как армейская тема. Армейская тема, по-моему, вообще все-таки вся на пуговицах. Это же тоже не от простого. Они там лазают. Это же как бы делается. Может быть, для удешевления, а может быть, именно. Здесь сделано так. Ну, да, если будем так говорить. Будется на ленте. Хорошая молния стоит дорого. А дешевую лучше не ставить. Видите, она как-то двигается. Опять же, это для того, чтобы они все здесь так сделаны. Как я понимаю, этот материал, он, ну, типа, рипсток называется. Типа, если вы зацепили, а дальше у вас зацепка не пойдет. Ну, это не точно. Мне кажется, это так, а не. Материал мне сказали, этот вообще ноский. То есть, этот прям вот, да. Ну, когда я поговорил уже непосредственно с ребятами, они говорят, да. Я просто говорю, вот мы там лазим по лесу. Ветки, зацепы, вот это вот, чтобы ничего не... Они говорят, вот это вообще будет носиться на одной. То есть, все, ничего нет. Внутри карман здесь на липучке. Тоже глубокий карман. Ну, вот в этот залезть, вот, понимаете, вот эту липучку оторвать, это все, вот. Не, иногда нужно в липучке, чтобы, знаешь, макерировано... Не, здесь что-то там уже присоединило, ценное. Самое ценное, да. Документы, там, еще что-то, ключи от машины. Я убрал. Здесь нет кармашка, здесь по талии подтяжки, по талии можно утянуть, резиночка. Все хорошо сидит, ничего не болтается. А снизу затяжка есть? Снизу затяжки, вот они. Это, по-моему, вертикально? А, горизонтально это же, да? Да, да. А резинка или шнурок просто? А, резинка, причем такая хорошая резинка, да? Ну, да, полочка, да. Просто, чтобы она не уходила, никуда не улетала, можно подтянуть еще, чтобы и снизу все было затянуто. Так, что дальше? Юбки нету снегозащитной, да? Кого? Снегозащитной юбки. Ну, это не горнолыжная, да, поэтому нафиг не надо особо. Юбки нету. Ну, да, такая, знаешь, юбка, она типа... Здесь она не дает снегу попасть, если ты где-то упал. Ну, в этой модели нет. В этой модели нет. А, далее, что, переходим к штанам, да? Давай. Так, что-то я еще хотел. Штаны с плеч. Что-то я еще хотел показать. Это шутка, мало кто поймет. Ну, вот. Никто не поймет. Кануфляж.ру и вот, сделано в России. О, 2018 год. Год 2018. Ну, смотрите, какой Денис рост. Вот так сидит на нем одежда. Взрослый чувак. С такими этими. Сколько у тебя рост? 185? 182. 182. Нет, я 185 с 182. А вес? Вес 80. 80, ну, где-то так вот. Стандартный вес. Так, что дальше? А я ввечу больше. Здесь идет, на самом деле, вот такой вот пояс, да? Вот он, на завязке стандартный, который идет непосредственно. Ну, это, как бы, он идет, видимо, чисто номинально. Потому что, все равно, для таких этих, либо подтяжки, которые здесь есть в комплекте. А, да, резиновые такие, да, есть. Ну, через плечо, вот эта вот завязка типовая. Но я выбрал сегодня кремешочек. Кремешочек такой хитрый. Как вы видите, он здесь вот на липучке. Можно регулировать длину. Длину, да. Длину, да. Длину, в таком вот карабинчике. Ага. Кремешочку у нас. Слушай, ну, толстый, да? Он прям такой толстый, да? Прям широкий. Прям плотный. Похож на, не знаю, на борцовские вот эти вот, знаете, пояса. Я бы сказал, что он похож на инструментальный, чтобы вешать шуруповерты всякие там на пояс. Да, надежный. К нему еще идут вот две зацепки. Ну, для этих, для... Подтяжек, да? Нет, это для девайсов всяких. А, вот как раз для девайсов. Для девайсов. Очень прикольная вещь. Сейчас покажу вам, как это все делается. Так вот, фигак. И у нас получается вот. Сюда можно пинпоинтер, например, повесить. То есть килограмм... А металлическая? Металлическая. Ага. Да, металлическая. Металлическая штука. Есть две. Ну, это как бы, ну, это же все-таки больше армейская тема. Но мы рассматриваемся в кладоискательском ключе. Для пина вообще класс. Пина вот сюда присобачить. Да, удобно. Там, я не знаю, что еще можно. Щуканить там, нож кто ходит там. Все, что угодно. Боковые эти карманы удобные, которые... Боковые карманы. Теперь переходим к самому крутому вообще. Штаны вообще просто ураган. В чем прикол, я в них гоняю сейчас. Потому что вот уже погода такая. По работе. Да, и вот если в курточке я как-то там подмерзаю, то в штанах вообще просто огонь. На работу я гоняю в них два кармана хулигана, как они называются, вот такого плана. Вот, в принципе. Стихами заговорил. Сзади два кармана. На пуговицах, да? На пуговицах. Карманы с клапаном. Видишь, опять же. Да, да. Чтобы мусор не попадал. То есть идет перегиб. Перегиб. И, соответственно, вот... Обеих частей, ну, как бы... Да, 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 я понял. То есть идет вот этот... Сейчас дай-ка увеличивать, я засниму. Давай вот так повторите. Вот эту руку убери. Да. Вот теперь видно, да, что и там перегибается. Ну, да. Накрутки, кстати, такой же, да. Вот эти вот накрутки мы показали. Тоже здесь чуть поменьше перегиб идет. Но идет тоже клапан. Я-то, знаешь, не встречал до этого такой схемы. Просто поэтому меня это как-то удивило. Ну, да. Вот он. Слушай, это флисик. Такой наружный. Флис здесь у крюпки не очень тонкий. Флис вот, смотрите, тоже. Размер, да? Ну, да, здоровый, здоровый. Здоровый, два сзади. Два кармана. Еще два. Тоже с перегибом. Так же. Так. Здесь у нас идет резиночка. Помогает она, чтобы не болталась? Помогает. Помогает. Здесь у нас идет вот такая штучка. Не да. Сверху. Ну, стандартная тема на самом деле. Но она на ботинке не налазит, наверное. Это чисто внутренний такой, да? И это вот внутрь. А это можно растянуть. Ну, не на каждый там. Ну, да, да. Можно какой-то ботинок обидеть. Ну, да. Чисто внутрянечка. А теперь я рассказываю, что прикол. Прикол в том, что вот сейчас погода как раз грязная, такая слякотная. И вот я в джинсах ходил. У меня джинсы постоянно вот здесь вот все грязные. А в этих вообще просто ходишь. Во-первых, материал такой, что... Не прилипает. Грязь не прилипает особо, скатывается. И ну вот я... Вот самое, что ни на есть сейчас слякотная погода. И я не мыл их. Вот. Ну, где? Вот это, говорит, все как есть. То есть это не стирано. Это я ходил неделю, ну, неделю-две именно по слякоти. Ага. И не стирая, мы имеем нормальный, ухоженный вид. Ну, слушай. А вот, ну, ты видел мои джинсы, они такие, как бы, чуть даже расклешенные. Да. То есть они пипец там. Грязи все. С первого раза я как-то вот одной ногой бывает на штанину пытаюсь. Шовкаешь, попаляется. Да, из-за пачкается одна нога почему-то. Вот, но пачкается так, что все. Слушай, а обувка у тебя та же самая? Просто от обувки зависит, заляпывается у тебя сзади? В одной и тоже, да. В одной и тоже обуви. Ну, такие вот. Да. Мне для перемещения... А подошва? А, ну, по идее, не должно ничего. Для перемещения до электрички нормально. Ну, да. Стильно, молодежно. Ну, вообще прикольно смотрится. Вроде и не какой-то такой стиль, знаешь, не сильно милитарий. Я вот не люблю цвет, когда все прям хатишь, а ты прям чистый милитарий. Но, с другой стороны, и удобно. Практичный такой, незаметный такой. Ну, и тоже, соответственно, на флисе. Извините, что это труселя, но демонстрирую его. На флисе. Здесь липучка и молния. Нормально. Молния и липучка. Надеюсь, сотрудничество наше и дальше продолжится. Ребята, заказывайте. Покажем хорошую конверсию. Переходы. Соответственно, вам хорошо со скидкой. Может быть, что-то приобретете. Особенно сейчас, потому что предновогодний сезон. Может быть, кому-то в подарок что-то. Будет выгодно купить себе в подарок, кому-то в подарок. Не знаешь, сколько такой стоит костюмчик? Да, по-моему, пятеру с половиной. Опять же, по цене сложно говорить. Цены могут меняться. Вот. Ну, по-моему, костюм, да, пять с половиной. Ремень где-то 600 рублей. Я ткань пока увеличена рассматриваю. Потому что, мне кажется, может быть интереснее. И мне тоже интересно. Такая непромокаемая, да? Ну, я прям посильнее, ты дождь не попадал. Но то, что вот там снег и такой дождь, он все это скатывается. Понятно. Так что, друзья, ставьте лайки. Мне кажется, да, под сильный дождь она не стопроцентная. Да, но ее можно обработать каким-нибудь антидождем. Каким-нибудь полимерным такой штукой, который покроет и можно будет пользоваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребятам еще раз спасибо за сотрудничество. Возможно, что-то, если все ребят устроит, продолжится сотрудничество, то, может быть, мы что-нибудь даже в конкурсах наших мистер и мисс удача будем разыгрывать. То есть, я не знаю, все зависит от камуфляж.ру. Все, всем спасибо. Ссылки в описании. 7% скидка. Коляночу спасибо. Спасибо. Все, пацаны, всем удачи. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok